Ну что, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу вам предоставить доклад на тему «Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации хлорофила в период стратификации вот в Черном море». Работа выполнена коллективом авторов, представляю ее я, Моисеева Наталья. Хотелось бы на минуточку ослечься и сказать, что, конечно же, зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации хлорофила – это известный факт, но в этой работе я постараюсь вам показать вариабельность этой связи, от чего она зависит и на что стоит обратить внимание при использовании данных флуоресценции. В настоящее время широкое применение получает использование дистанционных методов получения данных, в том числе и с помощью дрейфующих буев. Единственным измеряемым биологическим параметром является флуоресценция хлорофила А, которая используется для восстановления профиля концентрации хлорофила А как основа для оценки первичной продукции акватории. Несмотря на то, что программа запущена достаточно давно, сейчас существует все равно ряд нюансов, которые требуют уточнения. А именно, во-первых, предполагается постоянная зависимость между концентрацией хлорофилой и его флуоресценцией по вертикали. Первый моментик. Второй моментик, что флуоресценция растворенного органического вещества, конечно же, окрашенного, не связанная с концентрацией хлорофила, принимается постоянной по глубине. И третий маленький нюансик – это то, что в обработке данных не учитывается ни фотохимическое тушение, а возникающее под действием падающего на поверхность света. Собственно, из этих нюансиков и сформировалась цель нашей работы, которая заключается в исследовании вариабельности зависимости интенсивности флуоресценции от концентрации хлорофила в Черном море в теплый период года, когда наблюдается сезонная стратификация вод, и, как следствие, фитопланктон существует при разных условиях, что и определяет изменения в его функциональных характеристиках. Работы проводили в восточной части Черного моря в конце октября в 97-м рейсе НИС-профессор Воденицкий. К нами были использованы следующие методы. Интенсивность падающего на поверхность света мы оценивали, ну, согласно литературным данным, проникающую фотосинтетически активную радиацию на глубину рассчитывали тоже по известным закономерностям, зависимостям. Глубину зоны фотосинтеза принимали равной глубине проникновения 1% фар от падающего на поверхность. Также в нашей работе была рассчитана средняя для ВКС интенсивность фар по соответствующей формуле. Все оптические измерения проводили на спектрофотометре ламбда 35, а именно концентрацию хлорофила измеряли стандартным спектрофотометрическим методом. С помощью интегрирующей сферы измеряли коэффициенты поглощения света пигментами фитопланктонов в соответствии с протоколом НАСА. Разделение общей взвеси на связанную с фитопланктоном и неживую взвесь осуществляли путем обесцвечивания пигментов гипохлоридом натрия. Измерения флюоресценции проводили на флюориметре отечественной разработки МЕГА-25 с возбуждающей длиной волны 455 нанометров. Все пробы проходили предварительную темновую адаптацию, также проводили измерения флюоресценции ров с последующим его вычитанием из пробы и проводили адаптацию фитопланктона к разным световым условиям. Очень важно отметить, что интенсивность флюоресценции в естественных условиях зависит от нескольких параметров. Фактором среды, по действиям которого происходят адаптационные изменения в физиологических характеристиках фитопланктона является величина пар. В зависимости от величины фар будут проходить изменения фитопланктонного сообщества. По гидрологическим характеристикам интенсивности флюоресценции, получаемой зондом СИБЁТ, а также по измеренной констрации хлорофила А, в исследуемый период во всем афатическом слое были выделены 4 различных по условиям существования слоя. А именно, так вот он, собственно говоря, слой ВКС, слой термоклина, слой между термоклином и глубиной проникновения 1% фар, и глубина уже от 1 до 1,1% фар, куда проникает. Связь между интенсивностью флюоресценции и констрацией хлорофилома описывает сравнение прямой зависимости. Очевидно, что полученная общая зависимость будет занижать значение констрации хлорофила при пересчете в нижних слоях под термоклином, а именно в четвертом и в третьем. Здесь обратная зависимость будет констрации хлорофила от флюоресценции, если мы будем рассчитывать, поэтому, собственно, будет занижать эти значения и завышать в слое ВКС. Поэтому для каждого слоя отдельно были рассчитаны коэффициенты А, представленные в таблице. С таблицы видно, что наблюдается снижение с глубиной флюоресцентной активности единицы констрации хлорофила А. Аналогично была установлена связь между показателем поглощения света пигментами фитопланктона и констрацией хлорофила А. Для каждого выделенного слоя степенной коэффициент В был близок к единице. По параметру отдельного поглощения, нормированного на констрацию хлорофила А, наблюдается также уменьшение с глубиной, что связано с изменением внутриклеточной концентрации хлорофила А и пигментного состава клетки. Напомню еще, как говорилось ранее, интенсивность флюоресценции в природных условиях зависит от ряда параметров. Поскольку измерения проводили в лабораторных условиях, то это уравнение можно преобразить до вида. И, соответственно, из этого уравнения рассчитать величину квантового выхода флюоресценции. Очевидно, что изменение квантового выхода по слоям не сильно выражено. Следовательно, можно сделать вывод, что изменение соотношения между флюоресценцией и констрацией хлорофила А определяется в основном вариабельностью величины дельного поглощения. Следующие маленькие нюансы, которые будут перечислены выше. На рисунке представлен типичный для дневных станциях профиль флюоресценции, который регистрируется датчиком, не оборудованным темновой камерой. Видно, что идет занижение значения флюоресценции в слое ВКС при приближении к поверхности. Поскольку слой ВКС однороден по констрации хлорофила А и поглощению света пигментами, можно сделать вывод, что это занижение связано с уменьшением квантового выхода флюоресценции, который, в свою очередь, возникает из-за того, что доля открытых реакционных центров будет уменьшаться при приближении к поверхности. По данным измерениям, нами была построена такая вот зависимость, собственно говоря, доля открытых реакционных центров от интенсивности падающего света. С помощью простых математических преобразований была получена формула для восстановления профиля реальной флюоресценции, которая была бы, если бы проходила темновая адаптация, то есть все реакционные центры в момент вспышки были бы открыты. Так, значит, представлены профили, рассчитанные по предыдущей формуле на рисунке. То есть вот это профиль светло-зелененький, да, как-то цветонечко. Светло-зеленый профиль – это профиль, регистрируемый датчиком зонда Сибет, а темная сплошная линия – это тот, который был получен после соответствующего пересчета. Хотелось бы обратить внимание на то, что работы мы проводили в конце октября, когда интенсивность падающего на поверхность света была намного ниже, чем могла быть в летние месяца. Поэтому вот эта полученная нами цифра в летние месяца была бы значительно выше. На что еще хотелось бы обратить внимание? На то, что нами были использованы табличные, усредненные для всего дня значения интенсивности света. Соответственно, наилучшую корректировку мы получили в полуденные часы. Ну что, нас в конце хотелось бы сделать следующие выводы, что показано в вариабельной связи концентрации хлорофилла с его флуоресценцией, что связано с неоднородностью фитопланктона по структурным и светопоглощающим характеристикам. Также для корректной оценки концентрации хлорофилла по показателям переменной флуоресценции следует проводить калибровку по результатам измерения концентрации стандартными методами. Предложен алгоритм коррекции влияния подводной облученности на соотношение между открытыми и закрытыми реакционными центрами, восстановления профиля реальной флуоресценции по данным измерения погруженными датчиками, неоснащенными специальными камерами для темновой адаптации. Спасибо за внимание. Как-то все очень быстро получилось. Отвечу на вопросы с удовольствием. Так, вопросы есть? У меня вопросы. Да. Я скажу на... Все-таки, когда мы вернемся к следующим ключам, когда вы... А, считайте назад. Еще выше, да. Да, вот. Вот эти. Да, да. Вот эти вещи. Понятно, что у нас есть ошибки в определении концентрации хлорофилла и так далее. Насколько достоверны вот эти вот, собственно, характеристики? Вот. Потому что, например, вот черная прямая здесь, она явно не проходит по желтым, как у нас там другая будет. То есть, насколько вот четко вот эти характеристики отличаются? То есть, можно существенными они являются или нет? Да, конечно. Конечно, они их без учета погрешны. То есть, 6-7 точек, понятно, что мы на том, например, отыграть с ошибкой в зависимости от того, допустим, удара себя на точку, да? У нас ошибочка получается вот эта вот вещь. То есть, вот эти вещи, чтобы оценивать, ну, мне кажется, не так просто, когда вот такое маленькое количество точек. Вторая вещь, вот, допустим, на этом рисунке, да, вот явно черная кривая, это не монтаж, не регрессия. Вот это? Нет, 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 да, через желтый, который вот такой. Нет, здесь, смотрите, может быть, я не очень красиво показала, то есть идет вот эта общая зависимость и вот эти, каждая отдельная по слоям. Вот здесь вот они совпали. Я вижу вот эти вещи, но просто, допустим, насколько мы можем доверять, допустим, 0,22-0,26 при 5-6 точках, нужно таким-то образом наносить и концентрацию кноротина, ошибочно, по крайней мере, чтобы мы могли понять и достоверность вот этих вот различий. Нет, я... На 6-7 точках будет достаточно сложно сказать. Оно понятно, что вот эта вот вещь, она хорошо показывает, что у нас в зависимости от того, как мы участок берем, да, у нас различные коэффициенты, они видны. Но насколько они, можно ли до второго знака, по крайней мере, писать и с ошибочкой? До второго знака? Ну, я не знаю, честно говоря. Ну, как бы можно их писать до второго знака, потому что... Какую точку вот из этого, если бы вы уберите, у вас на, порядка, 5-10% полный момент. То есть вот эти вещи нужно как бы... Нет, здесь, здесь как бы, да, я с вами абсолютно согласна, что точек маловато. Ну, вот так уж оно. Сложилось, нет, но... Нет, 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 подождите, подождите. Это надо, что есть. Нет, подождите. Там, во-первых, меняется, я уже говорила, функциональные характеристики. Меняется концентрация хлорофила внутриклеточная. Поэтому зависимость, это действительно оправданно. В нижних слоях увеличивается внутриклеточная концентрация хлорофила А. То есть вот эти нижние слои, они действительно ложатся ниже. Или что? Нет, это все. Потом еще, смотрите... Нет, это все нормально. Мы говорим об уклонах. Стентат, это наклон F от C, правильно, да? Но у нас есть ошибочки в F от C, у нас есть ошибочки, и количество точек ограничено. То есть это коэффициент, который получается метод наименьших квадратов, ну и с нашим. Да, но даже если мы возьмем вот самые граничные слои, слой ВКСа и слой, ну, глубины проникновения уже конца зоны фотосимпеза, то у нас здесь получается 60% изменения. Или все равно? Нет, вопрос-то понятно, что они не пойдут через ноль. То есть у вас реально, реально вот эти вещи вы тянете через ноль. Да. А реально у вас могут быть какие-то смещения же... Они не могут быть... Мы для этого и делали коррекцию на растворенное органическое вещество, чтобы... Нет, вот если вы чистый объектив МНД проводите, эти прямые не пройдут через ноль, правильно? Метод наименьших квадратов, когда у вас на репрессе я с постоянным членом. Ну хорошо. Это вы не к биологам. Нет, мы потом поговорим. Это интересно. Еще какие-то вопросы. Олег Тельцевич. Ну вот, насколько я понял, у вас тут прибор погасят, да? Да, да, да. Значит, он же, видите, это памп-н-троп, он позволяет оценивать фотосимпетическую активность. Да. Вот у вас форму написано, да? А, вот как-то вы не показали, значит, меня может попросить. Вот это формула. Как она изменялась, чтобы было длиннее, чтобы было времени. Ну, у вас есть, как говорится, изменяется концентрация хлорофилла. Но кроме этого, еще изменяется фотосимпетическая активность. Это план-то в зависимости от разных факторов. Вот прибор ваш такую возможность давал оценивать. А, ну вот у вас. Изменения, а вот же оно показано, смотрите, мы... То есть здесь у нас фотосимпетически активная радиация. Время мы адаптировали пробы на протяжении 10 минут. И получали, соответственно, изменения от интенсивности фар. Нет, интенсивности фар, но фар, само собой. Фар, ну, который устанавливали на приборе. То есть это приборная величина. Ну, я понимаю, значит, вот я говорю просто о ваших измерениях. Значит, вот ваш прибор позволял возможность измерять флоресенсию. Кроме того, ну, там же, значит, pump and probe. То есть насыщая... Ну, вы даже... Ну, вот это вот мы и делали. Нет, ну, вы делали. А, делали оценки именно фотосимпетические. Ну, вот у вас форма была написана, что F равняется А умножить на СА. Значит, вот СА это концентрация хлорофила. А это вот синтетическая. Это поглощение. Условно. Нет, это поглощение света. Эффициент поглощения света. Лересенция есть? Нет, это другая форма. Сейчас. Ну, хорошо, ладно. Значит, и чтобы у нас это... Я чего-то... Значит, вот еще вопрос. Вы там, как вы сказали, вот сейчас отвечаю на вопрос, что вы делали поправку на растворенный органик. Но вы же ее приняли постоянно поглубинировано сейчас. Нет, нет, мы ее не принимали. Это в том-то и дело, что она принята в используемых методах для оценки концентрации по данным дрейфующих боев. Вот есть ссылочка, которая... Что она постоянно по глубине. А мы... Вот Моисеева, Чуниева, Бертон, говорят, что это неправильно. Говорят, что ее надо вычитать. Скажут и пробуют, что мы, собственно говоря, и делали. Спасибо. Спасибо.